Черноморская экспансия НАТО, армия и войны. Рисунок к статье. 25 февраля 2015 года, 17.9, Антон Мордасов, текст-фото-видео. Черноморская экспансия НАТО. Какие действия предпримет Альянс после неудачи в Крыму? Тема «Международное положение ракетной эсминец ВМС США», USS Cholley, DDG-67, находившийся в Черном море с 8 февраля, покинул его акваторию. Об этом 25 февраля Интерфаксу ОВН сообщили в главном штабе ВМФ России. Cholley уже находился на черноморском дежурстве с 10 по 30 октября 2014 года. По данным пресс-службы 6 флота США, ракетный эсминец 9 февраля совершил визит в румынский порт Констанца, провел совместное учение с фрегатами Роз Марасейсти, F-111, и Роз Регина, Мария, F-211. ВМС Румынии 20 числа посетил болгарский порт Варна, а 21 февраля провел маневры с фрегатом TCG Yildirim, F-243, и подводной лодкой TCG Yildirai, S-350, ВМС Турции. Напомним, в ноябре 2014 года новый генеральный секретарь НАТО Янс Сталтенберг заявил, что Североатлантический альянс в пять раз усилил свою военную активность в Европе из-за событий на Украине, в том числе и в Черноморском бассейне. Однако стоит отметить, что процесс наращивания военного присутствия НАТО в стратегически важном регионе был запущен еще до госпереворота в Киеве и воссоединения Крыма с РФ. Яркий пример тому, не считая одиночных заходов кораблей НАТО, совместные учения ВМС НАТО и стран Черноморского бассейна, Украины, Болгарии, Румынии, в рамках программы «Партнерство во имя мира», которые осуществляются с 1994 года, НАТОвские учения СИО «ПРИЗ», проводимые с 1997 года. Особняком стоит инцидент 2000 года, когда два катера «МКВ» для нужд спецназа ВМС США из Порта Констанца на максимальной скорости совершили марш-бросок к Севастополю по договоренности с командованием ВМС Украины, но без согласования с командованием Черноморского флота. Эксперты однозначно расценили это, как отработку планов боевого применения американских сил СПН против конкретных российских объектов на Черном море. Примечательные события 2008 года, когда под предлогом гуманитарной миссии в Грузии в Черном море была впервые сформирована мощная корабельная группировка НАТО в составе флагмана 6-го флота США. Как пишет руководитель научно-исследовательского центра проблем национальной безопасности Игорь Бочарников в статье «Черное море как один из основных театров противостояния России и НАТО». В украинском кризисе, журнал «Конфликтология» за 2015 год, переворот в Киеве вселила уверенность в реализацию стратегических планов по вытеснению флота России из Черноморского бассейна, поскольку новоявленное руководство Украины, находившееся под полным контролем американской администрации, уже к средине мая должно было заявить о денонсации договора о базировании Черноморского флота. Главными целями всей этой стратегии, по мнению эксперта, являлись Крым и Севастополь, вывод Черноморского флота из которого предполагал взятие их под американский контроль. Однако воссоединение Крыма и Севастополя с РФ нарушило все планы НАТОвских военачальников. Однако от военно-морского присутствия в акватории Черного моря они не отказались. Более того, 2014 год стал рекордным по количеству НАТОвских кораблей, которые нередко нарушали Конвенцию Монтрю. Бочарников делает вывод о последующей эскалации напряженности в данном регионе, а также не исключает, что США и их союзники могут выйти из Конвенции Монтрю, поскольку она является сдерживающим фактором для наращивания группировки кораблей нечерноморских стран НАТО в Черном море. Какие действия может предпринять НАТО для дальнейшей экспансии в Черном морском регионе? Может ли Америка выйти из Конвенции Монтрю, чтобы нарастить группировку в Черном море на постоянной основе? Слово бывшему командующему Черном морским флотом, а ныне советнику начальника генерального штаба ВСРФ адмиралу Игорю Касатонову. В западной части Черного моря американцы имеют устойчивые позиции, используя порты Украины, Румынии и Болгарии. Кроме того, их корабли с «Биус» и «Иджис» системой, которая может составить систему направленной против России противоракетной обороны США, постоянно присутствуют в Черноморском бассейне, чтобы ослабить наш ракетный удар, если бы нам пришлось его наносить. Используя законодательство, военно-морское право, американцы могут плавать и у Кавказского побережья, принося политические очки грузинским националистам. Заход боевого корабля в Черное море – это часть разведсистемы, которая осуществляет запад и которая дополняет сухопутное и спутниковое наблюдение. Конечно, один корабль, ведущий радиоэлектронную разведку, особого ущерба нам принести не может, но в комплексе это неприятно. Поэтому в этом плане мы постоянно контролируем ситуацию и при заходах кораблей в акваторию Черного моря принимаем меры по снижению разведпризнаков, ослабляем радиолокационную активность. Штаты будут продолжать делать то, что сейчас делают, это представляет для нас определенную угрозу. Но мы все это учитываем, и укрепляем обороноспособность наших сил на западном направлении по всем позициям и пунктам. Опасения насчет конвенции Мантрю действительно имеют под собой довольно веские основания. Да, Турция вроде бы пока скрупулезно соблюдает соглашение от 1936 года и четко контролирует проход американских кораблей через существующие проливы Босьфор и Дарданеллы. Но турки не отказались от планов по строительству нового 45-километрового судоходного канала из Мраморного моря в Черное. Новый пролив может просто-напросто опрокинуть конвенцию Мантрю. Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Феоненко полагает, что после воссоединения Крыма с Россией американцев особо не осталось пространства для маневра в Черном море. Сейчас основная задача натовцев – любой ценой сохранить за Украину и Одессу, в частности, ее порт. Думаю, именно поэтому в этом городе с такой жестокостью были подавлены все народные волнения Соединенные Штаты. Конечно, могут попробовать укрепить крупнейший торговый морской порт Румынии Констанца, но именно потому, что он – торговый, с маленькой береговой линией – это не очень-то и выгодно. Есть Болгария, на которую американцы давно делают ставку, где можно отстроить порты Варна, Бургас, взять один из них в аренду. Кстати, о таких намерениях Штатов мне приватно говорили болгары после событий пятидневной войны. Но трудность такой идеи в том, что на строительство базу идет громадное количество времени и большой вопрос, как к этому отнесется Турция. А учитывая, что отношения Анкары с Москвой последнее время можно назвать партнерскими, то, в принципе, американцам в Черном море ловить нечего. Правда, Штаты могут попытаться отомстить России на Балтийском море. В конце 2014 года президент американской компании «Стратфор» Джордж Фридман, близкий к администрации Барака Обамы, компанию называют «Теневым ЦРУ», СП, написал весьма знаковую статью «Украина, Ирак и Черноморская стратегия». В ней он говорит о возрождении между моря и о том, что в ответ на успехи РФ на Черном море, США начнут давить на нас со стороны Балтийского. Кстати, вице-президент США Джо Байден во время своего майского визита в Бухарест также говорил о необходимости проецирования американской силы на Балтику. Так что, нам надо готовиться к тому, что давление со стороны Балтики будет только усиливаться. СП, на ваш взгляд, насколько в сегодняшних геополитических условиях реален сценарий, при котором США выходят из конвенции Монтрё? Это еще сильнее ухудшит американо-турецкие отношения, которые последние десятилетия стали, мягко говоря, не особо дружественными. Если американцы хотят окончательного разрыва с Турцией, тогда они могут пойти на такой шаг, окончательно переориентировавшись на Болгарию. Другой вопрос. Сколько для этого нужно готовить Болгарию? И хотят ли в действительности американцы лишиться такой выгодной позиции, как и Турция? Скорее всего, Штаты будут вбивать клин между Россией и Турцией всевозможными предложениями от средиземноморских стран типа Кипра на предоставление территории под военные базы. При всех разговорах о том, как хорошо бы нам иметь там базы, это крайне плохой сценарий для России. Как мы их будем снабжать? Надо будет идти либо через проливы Босфор и Дарданеллы, то есть через Турцию, что невозможно, так как это сценарий нашей ссоры, либо через Гибралтар, то есть Великобританию, что, как вы понимаете, не лучше. При этом особого значения для нас базы на Кипре не сыграют. Зато мы получим серьезный конфликт с Анкарой, которая сейчас для нас играет ключевую роль и которая сделала нам, прямо скажем, немало полезного. Скажем, закрыла Босфор в 2008 году для некоторых американских кораблей в 2008 году. Ведущий научный сотрудник сектора проблем региональной безопасности РИСИ, кандидат военных наук Владимир Корякин полагает, что в сложившихся условиях американцы могут только демонстрировать флаг и играть мускулами, посылая в акваторию Черного моря корабли с элементами ПРО. Баланс сил в Черном море в нашу пользу. Реально штатам здесь больше не за кого бороться. Их сателлиты уже давно определились с позициями, а метание второго гегемона в регионе, Турции, могут быть нейтрализованы Россией с помощью политико-экономических методов. Американцы, конечно, могут создавать опорные пункты, базу снабжения, скажем, в Батуми, Поти и так далее. Но, понятно, что это для нас не представляет опасности. Что касается Балтийского моря, то тут, конечно, штаты могут расположить в нейтральных водах свои корабли с элементами ПРО. Это для обороны РФ неприятно, но ни в коей мере не критично. Кстати, в соответствии с Конвенцией Монтрёни Черноморским странам разрешается проводить через проливы в Черное море только легкие надводные корабли и вспомогательные суда водоизмещением каждого не более 10 тысяч тонн. Они не вправе вводить в Черное море авианосцы и подводные лодки. Общий тоннаж эскадры боевых кораблей не черноморских стран, находящихся в Черном море, не должен превышать 45 тысяч тонн. Время пребывания на Черном море военных кораблей не черноморских стран тоже строго ограничено и не должно превышать 21 суток, независимо от цели прихода. Турецкие власти должны быть извещены по дипломатическим каналам о проходе военных кораблей через Черноморские проливы. Для не черноморских стран – за 15 суток, для черноморских – обычно за 8 суток, но не менее, чем за трое. Фото ZoomeyPress.com Global Look Press